Друзья, всем привет! Сёрферы Безделики Девианты. Приветствуем с Павлом Щелиным. Привет, Павел! Всем привет! Доброго времени суток! Многие ждали продолжения наших бесед с Павлом по поводу гностических учений, как они влияют на современное положение дел, связывалось с зелёным переходом, который мы разбираем на протяжении последних почти полгода, наверное, может, уже даже полгода. Косвенно, да. Да. И вот первая лекция, первая наша беседа из этой серии, которая была посвящена гностикам, она вызвала достаточно большое влияние для такой сложной темы. Ну и Павел тогда обещал, что мы продолжим. И я могу вам сказать, что на самом деле мы уже с Павлом записали вторую беседу, но, к сожалению, из-за технических каких-то проблем со скайпом, наша часовая беседа, она просто исчезла бесследно. И мы её не смогли поставить. Более того, я даже залил на канал эту беседу, думая, что это она, но оказалось, что это вообще первая, которая была. Поэтому нам приходится с Павлом героически перезаписать всё. На это ушло, наверное, полторы недели, если не больше. Да, полторы недели. Или неделя. О, неделька. Неделька, да. Но за это время произошли такие события, которые, я думаю, вас обрадуют. Павел приедет 30-го числа, 30-го ноября, да? 30-го ноября приедет в Киев, и мы сделаем несколько публичных мероприятий с его участием, и вы с ним сможете пообщаться вживую. Так что, аллилуйя, как говорится. Да. Ну, и давай, наверное, начнем. Итак, в прошлый раз мы касались, значит, гностиков касательно античной эпохи, да? А теперь мы рассмотрим гностические учения эпохи Средневековья, как они развивались, во что они трансформировались, ну и, собственно говоря, что там познавательного можно найти для нашего времени. Поехали. Поехали. Я, вот, собственно, хотел бы... Начну с того, что я просто заострю на том, что именно мы обсуждаем. Конечно, обсуждаем мы целое движение мысли. По сути говоря, это такой археологический проект по исследованию корней феномена, который, используя понятие, разработанное Эриком Вагелином, я обозначаю как мистическое мышление. Я отдельно подчеркну, что в комментах были такие мнения, что не стоит уравнивать этот феномен из, собственно, секты гностиков первых веков нашей эры, о которых шла речь в предыдущей передаче. Гностические секты того периода — это лишь один из истоков той мыслительной реки гностического мышления. Есть другие, не менее важные течения, создавшие этот феномен, о которых мы, в частности, будем говорить сегодня. И основной временной пункт сегодняшнего рассказа — это рубеж раннего нового времени. Это тот момент, когда на уровне идей были созданы те рамочные понятия, в которых Запад и отчасти весь мир, в той мере, в которой Запад доминирует над миром, в конкретный момент истории, живет вплоть до сегодняшнего дня. На самом деле, последние 30 лет — это не что иное, как своеобразный кризис этого идеологического проекта модерна, проекта, созданного в раннем новом времени, наблюдаемый в политической, экономической и социальных сферах. Но прежде чем оказаться в мире идей XVI века, мне потребуется сделать несколько остановок, которые позволят продемонстрировать тот сложный контекст исторического времени, в котором возникла наша цивилизация. Первая такая остановка, она теолого-теоретическая, пусть вас не смущает этого слова. Да, сегодня Западный мир — это во многом в массе своей мир секуляризированный, но при пристальном рассмотрении все светские политические идеи внутри западной традиции и суть — обверщенные религиозные понятия. И разобраться в политических идеях современности без понимания того пути, через который прошла западная богословская мысль, невозможно. Поэтому, поскольку Западный мир Средневековья был полностью христианским, естественно, что именно внутрихристианские дебаты стали то и с новым фундаментом, в каком-то степени даже почвой, из которого возникали все новые идеи течения. И несколько внутрихристианских теоретических споров являются крайними важными для нашего рассказа. Первый такой спор — поиск ответа на вопрос, а для кого, собственно, существует церковь? Для людей грешных, утягченных пороками, падающих снова и снова, или же для группы самых стойких, способных к полному самоотвречению. Поиск решения этой проблемы — это одна из таких главных линий внутреннего напряжения, внутренней драмы христианской мысли, которая сопутствует ей с момента первой общины апостолов в Иерусалиме и до сегодняшнего дня. И ярко этот вопрос вспыхнул на самом деле уже в середине II века н.э., когда некий Монтан, новообращенный христианин с двумя женщинами, начинает возвещать в скорое пришествие Святого Духа и требовать у своих последователей абсолютного нравственного ригоризма, отказа от брака и вольного мученичества. Ну, логично, у тебя конец мира должен наступить уже скоро, и, соответственно, это способствует крайне строгим требованиям членам твоей церкви, твоего сообщества. И данный подход к мысли был крайне соблазнителен. Это можно понять даже потому, что некоторые позиции одного из первых учителей церкви, церкви Тулиана, при желании можно интерпретировать как монтанистические. Так, например, в трактате с красноречивым названием «Целомудрия» он, по сути, отвергал возможность спасения для грешников и говорил о том, что хотя церковь грехи прощать может, она делать это не должна. И церковь, в которой грех еще существует, это не есть настоящая церковь. Но этот соблазн был преодолен уже в работах ученика Тертулиана, и основной позицией христианства на следующие тысячи лет стал следующий принцип. Не меняя ничего в своем идеале, принять в себя массу людей такими, какой она есть, и вступить на путь вот длительного тяжелого труда. Но что для нас важно, что вот эта обозначенная проблема никуда не делась. В последующие вот 12 веков многие историки, собственно, и рассматривают как постоянную балансировку в поддержании хрупкого равновесия между практически очень сложно достижимым этическим идеалом на горной проповеди и фактическими практиками повседневной жизни, которые происходят, когда люди вынуждены взаимодействовать между собой. И точно так же никуда из мысли не исчезло эсхатологическое переживание времени, бытие в ожидании пришествия Царствия Святого Духа. Это неудивительно, потому что это связано с ключевым термином христианской теологии, эсхатоном. Эсхатон — это финальное райское состояние мира, цель человеческой истории, которая наступит после второго пришествия Иисуса Христа. И в дальнейшем вот эта проблема поиска конца света и связанная с ней идеей рая, райского состояния, сохраняется в течении ключевых архетипов всей западной мысли. В средневековье это иногда даже приобретало массовые формы, вспышки массовых истерий в ожидании конкретной даты, объявленной харизматическим пробоведником. Или иногда это приобретало характер радикальной собственной жизни, допустим, феномен отшельничества и зарождение монашества. В качестве иногда даже курьезных моментов можно вспомнить такое движение адамитов. Это была такая группа примерно в районе тысячного года, и они в ожидании второго пришествия Христа отказались от ношения одежды и публично занимались групповыми плотскими утехами, подражая их по их мнению Адаму и Еве до грехопадения. То есть оказывались в раю еще до того, как рай наступил. Но гораздо большее значение для нашего дальнейшего рассказа. Эсхатологизм в период Средневековья приобрел в духовных ожиданиях и практиках некоторых христианских мистиков. Одним из таких мистиков был итальянский богослов XII века Иохим Флорский, чьи идеи окажутся крайне важны для моего рассказа. Он переработал теорию трех состояний истории, которая уже в разных вариантах присутствовала в христианской традиции. Всю совокупность времени Флорский разделит на три эпохи. Период Бога Отца, период Веткого Завета, когда господствовал страх и закон. Период Святого Духа, время Иисуса Христа, то есть то время, в котором мы живем. Это время, когда господствует мудрость и самодисциплина. И, наконец, следующий, третий этап истории по Флорскому — это период Царства Святого Духа, когда станет господствовать любовь и свобода. Этот мистик искренне надеялся на трансформацию всего мира, всего, по крайней мере, христианского мира в подобие такого огромного монашеского ордена, в котором все будут жить духовной и содержательной жизнью. И его, если угодно, инновация в том, что в отличие от древней ереси монтонизма, Флорский ожидал, что Царство Святого Духа наступит не после апокалипсиса, а незадолго до него. То есть оно будет ему предшествовать. Почти как у Маркуза. Да, но только Маркуза. Но Маркуза, в конечном итоге, его рай оказывается прямым наследником этой идеи. Не знаю, знает об этом Маркуза или нет, но вот мы видим то, что вот эта концепция деления истории на несколько вот таких ярких выраженных этапов, она становится одним из архетипов всей западной мысли, которую мы видим и в протестантском движении, и в просвещении, и в марксизме, и в позитивизме, и в неомарксизме, и в современной зеленой теологии. То есть это такое наследие древности, которое всегда при нас. Другими словами, концепция трехчастного деления истории, она становится спутником всех гностических движений. И здесь, конечно, ключевой вклад флорского — это впервые, наверное, сформулированная надежда на возможность преображения вот не отдельной маленькой группы, а большого сообщества в райское состояние. То есть это очень большое духовное напряжение. И в таком духовном напряжении западный мир подходит к центральной временной точке моего рассказа — к концу средневековья и началу нового времени, времени модерна. Говоря проще, он подходит к тому моменту, когда зарождается современная нам цивилизация. Здесь я хочу подчеркнуть, что вот эта современная цивилизация для нас, естественно, настолько, что мы не отдаем себе отчет, насколько она уникальна для человеческого опыта. Модерн и его принципы являются для нас тем, что Хайтеггер называл в свое время «приантологией». Приантология — это вот такие очки, при помощи которых ты смотришь на мир. Это самоочевидное знание, которое настолько укорено в тебе, что ты даже не замечаешь о том, что ты эти очки носишь, ты даже не знаешь, что они на тебя надеты. И поэтому крайне сложно замечать, собственно, из чего они состоят. И вот, чтобы это продемонстрировать, я попробую показать структуру приантологии модерна частично, но это возможно только на контрасте с тем, что было, а именно с западной цивилизацией высокого Средневековья, что модерну предшествовало. Всю цивилизацию, разумеется, описать мне не получится, но вот некоторые основные элементы, которые удивительны для нашего сознания, а также те глубинные процессы мыслей и социальных практик, которые эти, сказать, особенности обеспечивали, я все-таки попробую затронуть. И, во-первых, первый такой момент, то, что цивилизация, предшествовавшая раннему нового времени, это цивилизация целого, а не частного. Если использовать метафору, это цивилизация музыкального ансамбля, а не механизма, созданного из отдельных частей. Это мы видим и на уровне философии, в идеях платонизма и схоластики. Это проявляется и в политико-социальных ожиданиях от человека и общества. Наконец, это проявляется и в совершенно потерянных для нас практиках. Например, сегодня для нас поднимание индивидуальной личности как самостоятельного субъекта, автономного от окружающего мира, стало крайне естественным, стало тем самым онтологическим знанием. Но на самом деле такая личность — это сравнительно недавний феномен, окончательно даже в Западной Европе, оформившийся только в районе 17 века. Гораздо более естественным в историческом смысле даже для западной мысли и западной же культуры было восприятие человека одновременно и как уникальности, потому что душа каждого человека, она уникальна и неповторима. Но и в то же время эта уникальность не оторвана от мира, а она с этим миром неразрывно связана. Она неразрывно связана с окружающим миром и социумом. Условно говоря, ты был не просто Юрий Романенко, а ты был Юрий, сын такого-то отца, отец таких-то детей, муж такой-то жены, прихожанин такого-то прихода, житель такого-то города, член такой-то гильдии. И все вот эти твои социальные роли, они были не каким-то, знаешь, вот апгрейдом к твоей личности, а они были неразрывно с ней связаны. Они были неотделимы от твоей индивидуальности. Вот мир высокого средневековья, мир вот таких людей. И это было крайне важно, потому что это устанавливало горизонт действия человека и горизонт его ответственности перед всем сообществом. Как сказано ранее, на протяжении всего тысячи лет, на всего примерно 50 веков, сохраняется напряжение между идеалами Иисуса Христа, прорезглашенным им, и дефактом состоянием мира. И поскольку общество мыслилось между собой как такой огромный связанный оркестр, то сбой в его ритме мог иметь негативные последствия для всей группы. Особенно в контексте того, что люди жили в заколдованном мире по терминологии Макса Вебера. То есть духовные силы, источники благодати, ангелы, демоны, духи, черты, они были не где-то далеко, но одновременно далеко и близко. У них была своя иерархия, и человек с этой иерархией на самом деле активно взаимодействовал. Другими словами, сама идея времени и пространства была не линейным, а пористым. И пористым и многоплановым. Я извиняюсь за свое космоязычие, если непонятно, отошлю к одной культурной работе современного автора Евгения Водолазкина, Лавра, это современный романист. И вот там действие происходит как раз в Средневековье, и я очень рекомендую слушателям прочитать эту книгу, чтобы на собственном культурном опыте ощутить вот эту инаковость восприятия времени и пространства личности, которым жило и дышало мышление и умы людей того периода. И почему это важно? Потому что следствием такого взгляда на мир было ощущение того, что твой личный грех мог повлиять на все общество, мог стать причиной коллективного несчастья. Это и была не прямая такая причинно-следственная связь, но всегда сохранялась такая ответственность. И поэтому на человека возлагалась крайне большая ответственность, которую нести без перерывов было крайне тяжело. Павел, подожди, я еще добавлю. Сейчас, подожди, секунду. Я бы посоветовал еще вот для того, чтобы лучше понять это время. Есть такой пятитомник, называется «История частной жизни», там серия культура повседневности. Вот это у меня пятый том, как бы там, да, но во втором томе там как раз в Средневековье. Вот я вот всем советую посмотреть, потому что там очень много интересного. И вот, допустим, «История античности», как бы там, да, вот. А, вот даже, да, даже, я ошибся, второй, первый том, там он включает и Средневековье, там, до начала второго тысячелетия. Вот. Это очень интересная книга, которая вот как раз показывает, насколько вообще отличалось мышление людей в повседневности того времени. Это принципиально, и вот всегда, когда смотрю, смотрю исторические фильмы, особенно там про Средневековье, там про античность, то я всегда вот думаю о том, что на самом деле режиссеры, там, как бы создатели фильмов, они, в общем-то, воспроизводят то, о чем ты говоришь по Хайдееру, когда, когда сквозь призму нашей эпохи, пытаются подать ту эпоху, и там идут просто такие гигантские искажения, которые, ну, в общем-то, делают эти фильмы условно-историческими, поскольку вот действительно люди вообще по-другому мыслили, по-другому жили, по-другому себя вели. И вот это крайне важно понимать. Вот когда вы что-то, когда вы что-то смотрите на экране, там, да, то нужно представлять, что на самом деле, ну, люди были абсолютно в другой, в другом, в другой парадигме мышления, там, и жизни. Вот так вот. Ну, это такое лирическое отступление, извини, что перебил. Нет, очень хорошее лирическое отступление, да, это именно полезно. Навык, чтобы... Главная же цель какая-то, не просто развлечение, это через практику подобного взаимодействия с культурными слоями вам становится легче понимать ваши собственные очки, которые на вас надеты сегодня. Да. И тогда, собственно, это своего рода такое упражнение мысли. А в противном случае, да, ты правильно заметил, огромное количество вот материалов и культуры и фильмов, посвященных тому периоду, это, по сути, маскара. Это современные люди, надетые, одетые в костюмы, но дышащие и мыслящие абсолютно в рамках цивилизации модерна, а не домодерна. Но возвращаясь к моему рассказу, собственно, эти огромные требования на человека возлагали легитимные социальные механизмы выпуска пар, чтобы система не перегрелась. И ключевыми такими механизмами было два. Это был карнавал и таинство исповеди. Если про таинство исповеди, я думаю, слушателям интуитивно понятно, потому что, в принципе, институт более сохранился на уровне идей, мы знаем, что это такое. То вот аналога карнавала, помыслить в современной реальности, крайне сложно. Его утрата — это одна из принципиальных книг, заложенных под все современное здание модерного общества, если угодно, это одно из семян всех западных тоталитарных утопий. То, что карнавал исчезает. Паш, я все-таки добавлю про исповедь, потому что мы в прошлой беседе, которая слетела, мы как раз это рассматривали все-таки более детально. Почему? Потому что мне кажется, что этот институт, он очень важен для понимания того, как во средневековом обществе индивид снимал различного рода психологическое напряжение, когнитивные диссонансы, которые в жизни каждого человека присутствуют. Это то, что со временем исчезло в жизни современного человека, но выход был найден в форме различных всяких психотерапевтических практик, в отношении к психологам. То есть нужно понимать, что исповедь в средневековом обществе она играла вот эту очень важную роль снятия когнитивного диссонанса через общение со священником, который в общем-то разъяснял человеку, что в его жизни не так, что так. Поддерживал психологический баланс личности, и поэтому влияние церкви было очень всеохватывающее, поскольку священник не только решал вот эту роль снятия психологического напряжения, но получая информацию от прихожан, он получал всю картинку греховных деяний, вообще каких-то деяний. То есть он был очень таким важным коммуникатором и рефлектором жизни общины, и как следствие это давало и огромную власть, и огромное влияние, которое с точки зрения современного мира, в котором мы живем, мы даже наверное до конца и не понимаем, потому что общины были действительно очень замкнутыми часто. То, что вытекает вообще из твоего первоначального посыла, что оказаться вне общины для человека того времени, ну это было почти смерти подобно, или даже смерти подобно, потому что община была всем, связанность с вот этим микросоциумом или социумом, она определяла иерархию, и возможности, и защиту, потому что община решала задачи коллективной защиты, коллективного решения проблем. И поэтому понимание, как работали эти институты, очень важно, опять-таки, с точки зрения понимания места индивидов в том социуме и функционирования самого социума. Абсолютно с тобой согласен, да. Раз уж ты затронул, все-таки отмечу, вот огромное достижение исповеди, раз уж мы это затронули, надо понимать, что вот вообще концепт вот этой личности, по сути, он и рождается в практике исповедания, потому что это же для того времени уже была огромная инновация, как раз было пространство индивидуального взаимодействия между моей душой и вот священником. Это, по сути, было то пространство, как раз где я и не был частью коллектива, а я был, вот моя индивидуальность говорила со священником. И для нас это кажется, ну и что, но опять-таки, для всего предыдущего исторического периода пространство для индивидуальности, особенно доступное, там, я не знаю, крестьянину или горожанину, его вообще не присутствовало в каких-нибудь современных обществах, мы это, в частности, даже индусских огромных пластах, пространства для индивидуальности нету, его просто нету. А в средневековье оно уже было, то есть оно, просто оно было вот в этой форме, на уровне вот личного, духовного, разумеется, религиозного общения и взаимодействия с трансцендентным через посредство священника. Но одного этого не хватило бы. Вот функция карнавала была еще более важна в каком-то смысле, потому что для средневекового человека карнавал — это краткий период времени, когда вся изнанка жизни, все его скрытые желания и практики, часто доведенные до абсурда, становятся видимыми и легальными, легитимизированными. На философско-социальном уровне карнавал означал признание того факта, что на Земле создать идеальную систему невозможно. Невозможно создать идеальный свод законов на все случаи жизни. Это было признание того факта, что в социальной реальности всегда будет что-то, что не вписывается в устоявшиеся рамки. И вот средневековое карнавал — это такой очень креативный и гениальный по-своему институт, в котором вот всему этому принципиально не вписывающимся создана среда, которая не разрушает структуру целиком. Я вот опять отсылаю к культурному артефакту. Есть прекрасная картина Брейгеля «Борьба масленицы с постом», чтобы хоть как-то ощутить вот эту зрительно практику институционализованного парадокса средневековья. И вот я замечу, сразу уже забегая вперед, что вот будущий отказ от карнавала был одним из факторов, создавших утопичное убеждение, что все-таки возможно создать такую идеальную систему, идеальный свод правил и законов, которые, если поддерживать его с достаточным усилием и насилием, то установят на Земле идеальный порядок. И по сути цивилизация модерна стала такой цивилизацией, в которой не существует места для изнанки жизни, для тени жизни. Все должно быть на виду. Но поскольку мы знаем все из опыта, что это невозможно, тень все равно каждого сохраняется и преследует нас и общество в целом, то мы вынуждены делать вид, что такой тени нет. И так в самую корень наших социальных практик на самом деле проникает огромная лицемерие. То есть старый механизм пара сломался, а нового создать не получится, хотя все утопические проекты пытались, начиная от французской революции и заканчивая всем знакомым коммунизмом в Советском Союзе. Но почему этого не получалось? Потому что средневековье общество было достаточно смелым, чтобы в карнавале смеяться и высмеивать самих себя, над сами собой. А вот во всех последующих модерновых проектах всегда превращалась в карикатуру жизнь не твоя собственная, не такая, какая она есть, а либо жизнь старого предшествующего мрачного строя, либо твоего идеологического противника за границей. Тем самым вся функция, ну, тем самым вот свою социально-структурную задачу эти РЗАЦ карнавалы выполнить никак не могли. Ну, совсем чтобы было, наверное, образно понятно, приведу пример. В Советском Союзе единственный праздник, который хоть как-то мог претендовать на эту роль, это был Новый год. Но и то недостаточно близко. А близким аналогом это было бы, если бы, не знаю, на параде 7 ноября шла колонна, одетая в наряды парцовщиков с транспарантами и плакатами, и после этого все начинали предаваться в экханалии потребительства какого-нибудь. Вот тогда бы это был примерно аналогом карнавал. Но такого, разумеется, не было, и легальных механизмов для выхода пары не оставалось, и на индивидуальном уровне человеку приходилось уходить в депрессию и алкоголизм, а на уровне социальном усиливать талитарные механизмы контроля. И это просто такой маленький зарисовка, маленький пример той цены, которая на самом деле все общества западной традиции вынуждены платить за утопию модерна, за невозможность разделять норму исключения, света, тень жизни, за неизбежное желание идеального общества здесь и сейчас. Я добавлю еще, что наши зрители должны знать, что вот этот институт карнавала был настолько всеохватывающим, что в нем принимали участие коронованные особы, то есть короли принимали, цари и так далее. Я вот вспоминаю даже российскую историю, когда в 18 веке были смешные и трагичные для определенных персон, которые участвовали в тех карнавалах. При Ане и Иоанновне там, помнишь, строили этот ледовый дворец, как бы там, для шуту, в котором... Суточные парады Петра Великого, то же самое. Да, 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 у Петра Великого тоже были, у Петра Первого это все было. То есть эти практики были распространены там не только в Западной Европе, они были распространены на нашем пространстве, они были всепроникающими, и они действительно позволяли сбрасывать какой-то, вот это тоже какой-то когнитивный диссонанс, который у людей накапливался, и позволяли посмотреть на самих себя, в том числе и царям со стороны. Собственно говоря, поэтому короли, цари, коронованные особы, они не имели права наказывать шутов или людей, которые принимали вообще всех участников этого процесса, потому что это было узаконено, то есть это была форма... Именно, да, это важно, это не то, что мы говорим подполье, это не субкультура, это именно тень, выведенная наружу в определенный период времени. Это гениальный на самом деле социальный институт, но который от нас ушел. И сказав столько слов о том, что было потеряно, все-таки настало время посмотреть, почему оно было потеряно. Если упрощать сразу расстрою, не было никакого заговора, не было никакого, знаешь, такого хитрого плана. Был результат сложных процессов, длившихся внутри христианского мышления и христианской практики, социальной практики Европы веками. Для моего рассказа о корнях всех утопий важны следующие элементы. Во-первых, сначала внутри западной христианской философии произошло рождение условий для карпезианского мышления, а проще говоря, для революции философии, в рамках которой вот это исчезло представление о целом, о цельности и об определенной упорядоченности бытия, как о пространстве, в котором реальность разворачивается, как такая, знаешь, последовательная череда фракталов, связанных между собой, как мы сказали на языке современной математики. А противоэссель этому все внимание познания сконцентрировалось на отдельных элементах реальности, оторванных друг от друга. И чем меньше этот элемент был, тем лучше. Я более подробно в следующей лекции расскажу об этой философской революции, пока просто заброшу камушек. Во-вторых, постепенно на протяжении веков развитие в их практике индивидуальной молитвы, индивидуальной совести постепенно создавали запрос на такие особые формы мистицизма, отличные от профанных или общераспространенных общенародных. Развивалось движение христианских мистиков. А у мистиков иногда рождались идеи с далеко идущими последствиями. И вот одной из таких идей была идея дисциплины. Именно постоянного развития своего духовного самосомершенствования в соответствии с некой инструкцией. И как следствие, из этого позднее рождается ожидание подобного преображения и со стороны ближних твоих, а позднее со всего общества. Наконец, третий контекст. Это очень важно для нас, особенно в условиях ковида и пандемии, этих штаммов. Контекст эпидемии великой чумы. Чума XIV века, великая чума, черная смерть особенно важна всего двух обстоятельств. Во-первых, она нанесла серьезный удар по доминировавшей в высоком средневековье идее единой общины, вот этого единства и ценности. Когда все сообщества жителей определенной локальности объединено, прежде всего, воскресного благослужения, воскресной мессы и совместного принесения жертвы Богу и в харистии. Но так и во времена любой эпидемии, другой становится опасностью, угрозой. И у тебя на теоретическом уровне возникает запрос на какой-то другой способ поддержания безопасности в очень уязвимом обществе. Именно чума стала одним из тех факторов, которые заставили множество после средневековых мыслителей разрабатывать проекты, которые искали бы, оправдывали бы новый способ пересборки, сборки общества. И, кстати, не случайно, что собственно именно тогда начинает возникать прообраз науки о государственном управлении в нашем современном понимании этого слова. Ну, опять вспомним просто имя Никола Маккиавелли, наверное, самый известный слушателем пример. Это все происходит на контексте последствий великих чумы и великих эпидемий. И также чума создает огромный толчок возрождению дебатов о вопросе ритуальной и религиозной чистоты. Это неудивительно, потому что для человека средневековья, конечно, сама идея болезни воспринималась совершенно по-другому. То есть слово, которым описывали болезни, вроде это либо по ветре что-то занесенное извне ветром и быстро от нас ушедшаем, либо более применимый к большим эпидемиям термин пестиленция. Вот эта пестиленция это скорее не медицинский термин, а этический. Это наказание за грехи. И поскольку отношение средневекового разума болезни было скорее, как бы мы сказали, психосоматическим, потребовалось множество веков, чтобы сформировалось то вот это представление о болезни как о поломке механизмов, которые мы разделяем сегодня, то не могли не возникнуть, не вспыкнуть новые дебаты о том, что мы могли такого сотворить, что на нас обрушились такие бедствия, такого рода масштаба, как мы могли так согрешить. И поэтому вот именно после Великой Чумы снова начинается огромная вспышка, огромный толчок. Я еще добавлю, потому что я добавлю экономический контекст событий после Чумы и политический, потому что я думаю, это важно для понимания среды, в которой вызревали все эти идеи. Потому что Чума, которая уничтожила в некоторых странах или городах половину населения, где-то четверть населения, она на самом деле привела к одной очень важной вещи. Стоимость рабочей силы резко увеличилась, потому что сельское хозяйство как основа экономики средневековой, оно постоянно требовало большого количества рабочих рук. И вот из-за того, что очень много людей умерло, то соответственно одна из ключевых проблем, которая возникла, это как обрабатывать эти земли, потому что без обработанных земель нет возможности вести войны, выполнять там государственные функции, значит, и развивать ремесла там и так далее, и так далее, и так далее. И это, кстати, момент, вот те, кто смотрел фильм «Последняя дуэль», я, кстати, рекомендую, очень неплохой фильм, где такие очень серьезные вопросы поднимаются, правда, сквозь призму опять-таки нашего времени, потому что там сквозит проблема освобождения женщины, как бы вот через три сюжетные линии главных героев, одна из главных сюжетных линий – это вопрос освобождения женщины. Так вот, там я вот как историк обратил внимание, как один из главных героев, рыцарь, он рассказывает о проблемах, что крестьяны убегают, земли обрабатывать невозможно, значит, и поэтому долги я не могу заплатить своему, значит, семьюру, не могу заплатить налог, и поэтому мне нужны, говоря нашим языком, какие-то налоговые скидки, которые бы позволили преодолеть эту проблему. Так вот, вот эта вот ситуация, она породила, как бы, значит, среду, которая, по сути, создала вот понятный нам современный мир, потому что крестьяне, которые начали уходить к тем, кто платил, давал возможность как бы больше зарабатывать, как бы, да, давал больше свобод, они получили большую мобильность, и, как следствие, начал подниматься и актуализироваться вопрос вообще свободы, ну, как бы, личности, иметь ли, условно говоря, там, тварь дрожащая ли правой идею в Юрьев день, говоря нашим языком, переместиться вот в другую локацию. И чума, по сути, способствовала тому, что западный человек, он начал раскрепощаться, и тот, спустя, там, несколько столетий, если на землях Восточной Эльбы, там, в середине 17 века происходило повторное закрепощение, значит, крестьян, в том числе и в Украине, да, в Польше, как бы, в Речи Посполитой, в Москве, потом в Российской империи, то вот там вот после 1348 года, наоборот, люди освобождались, и спустя два столетия, фактически, ну, как бы, вот те формы крепостничества, которые существовали, они исчезли. И это кардинальным образом меняло и сознание, и закладывало фундамент, и возникновение капитализма, и многих других вещей. Создавало условия, где это было возможно. Я просто клянусь, потому что ты прям создаешь идеальный переход вот к еще двум таким феноменам, вот, которые происходили в тот период, тоже связанные с чумой, вот с тем, что ты упомянул, о культурном. Ты действительно заметил, чума стала толчком повышенной социальной мобильности, и возник период движения людей из города, из села в город, прежде всего. А такое движение создало, усилило, по крайней мере, среди многих, оторванность от прежних социальных структур, создало неуверенность в самих себе в основах своего этического сосуществования. И тут интересный момент, что именно в этот момент проповедь, особенно среди людей образованных, становится во многом строится вокруг страхи смерти и тленности всего бытия. И парадоксальным образом позднее это приведет к непредсказуемым последствиям, потому что проповедники так напугали Пасху, даже в отношении не самых весомых грехов, что ее часть на этом перегрелась и стала бояться не своих конкретных действий, а только, собственно, божественной воли. И тем самым возникла идеальный момент для возникновения реформации, вот для знаменитого Тетис Салютера, что кто боится, добежит от него. Что человек может освободиться только полностью отдавшись милости Божией и спастись через веру. Так чума, по сути говоря, закладывала, была одним из факторов, сыгравшего решающую роль возникновения реформации. И еще один момент, вот ты упомянул фильм «Последняя дуэль», там как раз речь идет об элите. И именно после чумы начинается постепенно перемена в самосознании элиты. Если ранее она была прежде всего воином на поле боя, дуэль и даром последняя, то и практика жизни этой элиты была крайне грубой, связанной с очень животной стороной человеческой истории. Они постоянно воевали, грубые такие, брутальные люди, занятые при этом все очень грубым ремеслом. То на фоне результата Великой Чумы, на фоне возрождения интереса к искусству и живописи, на фоне новых духовных практик, которые делали акцент на человеческом измерении пути Иисуса Христа, элита постепенно начинает воспринимать себя как носителей цивилизации, как носителей особого цивилизованного поведения. Первые такие особия по этикету, манеризм, кодексы поведения в элите начинают формироваться именно после чумы. И это сыграет важнейшую роль в дальнейшей истории. Да, и ты это очень метко подметил. Вот в этом фильме там как раз два главных героя, которые противостоят один другому. Один такой грубый сквайр, который постоянно в боях, в походах за короля там сражается. А второй, его друг бывший, который как раз поднялся на том, что он сумел организовать экономическое, как бы экономическое хозяйство сеньора, он умел читать, он умел как бы писать, он понимал логику экономических процессов, умел убеждать. И он за счет этого, его влияние многократно росло, потому что сеньор, которого Бен Афнак играл, он видел, ну, значит, функциональность этого человека. Вот. И вот буквально иллюстрация того, о чем ты говоришь, вот как бы там, у них там были вечера, там где они там не только оргиям предавались, как показано, но они читали там литературу какую-то, там была своя модная литература. Вот. То есть они были в контексте вот этого времени. И как раз события, которые там подаются, они происходили в 1380-е годы, как бы как раз в контексте столетней войны между Францией и... Мы говорим, разумеется, это надо понимать, что то, что мы описываем, каждый из этих пяти факторов, которые я упомянул, во-первых, не происходил одномоментно, время, скорость процессов была гораздо ниже, чем сегодня, это действительно растянка на десятилетия и даже на столетия, но тем не менее, я бы сказал, совокупность того, что мы говорили, они обеспечивают, они стали такой совокупной причиной, почему в 16 веке происходит революция модерна и почему к этому моменту модерн оказывается возможным. И главная заслуга в том, что они создают условия, в которых возникает реформация. Реформация — это ключевой момент вообще европейской истории. Именно реформация обеспечит среду, в которой мастическое мышление, главное, напомню, фокус нашего рассказа окажется возможным. Далее я очень вкратце расскажу о сути реформации, вот этой великой реформы, осуществленной прежде всего Лютером и Кальвином, и о тех последствиях, которые они оказали на всю европейскую мысль. А именно они предложили радикально иной ответ на ключевой вопрос в христианской жизни, каким образом человек спасется, каким образом он может попасть в рай. Если до этого главную роль в ответе на этот вопрос собирало так называемое институционализированное спасение, то есть человек мог прибивать к таинственной церкви, в особенности к исповеди, к заступничеству святых, действию священных предметов, то вот после чумы, после кризиса доверия к церковным институтам, в контексте злоупотребления и разочарований, в контексте постоянно меняющегося мира, рождается радикальный иной взгляд. И этот радикальный иной взгляд делает человека на первом этапе абсолютно беззащитным. Потому что Лютер и Кальвин говорят о том, что человек в спасение предопределен от рождения и на это повлиять никак не может. То есть ты родился обреченным на роль или ты родился обреченный на... И никто помочь тебе не может. Ни священник, ни таинство, ни церковь, ни даже Иисус Христос, который уныл только за спасение праведно. Вот это радикальный иной взгляд, сформированный во время реформации. И тем самым реформация погружает... вот стало таким мышлением, владевшим массами, воздухом, которым дышало западное общество, по крайней мере, значительно его часть. И она погружает это общество в период духовного поиска и огромного отчаяния. Потому что перед каждым человеком, а напомним, вопросы спасения тогда для людей были самыми важными. Ничего важнее для человека в периода XVI-XVII века. И вне зависимости от его социального статуса, будь он король или крестьянин, быть не может. И вот это единое отчаяние заставляет искать в поиске ответа на вопрос, а избран ли, собственно, я? Как не узнать, что я удостоен к спасению? И принципиальных ответов стало три направления таких ответов. Первый ответ — это наделение мирского будничного труда религиозных значений. Потому что протестантская этика, в котором единственным средством угодному Богу становится выполнение мирских обязанностей наиболее качественным образом, через то, что Вебер позднее назовет «берух» или «призвание», было объявлено знаком божественной избранности. Это прямое следствие той свободы, которой протестантизм наделял человека. Он полностью мир демистифицировал. Пространство перестало быть пористым. То есть в нем больше не было вот этой сакральности, в нем не было действия священных предметов, не было действия таинства причащения. В нем осталось только человек с его волей, Бог с его божественной волей, воля дьявола и сатаны, разумеется, как темный фактор, и тварный мир, который можно и нужно трансформировать в соответствии с наиболее подходящим целесообразным образом. И поэтому вот это, скажем так, параноидальное, ну даже не параноидальное, но особое отношение к труду и работе, протестантизм, это не просто стремление к наживе, но это именно поиск знаков собственного избрания. Для тех, кто путешествовал в протестантские страны, это культурное наследие сохраняется очень ярко выраженно на самом деле до сих пор вне зависимости от религиозного статуса человека. Второе направление, вот оно окажет большее влияние даже. Поскольку спасение полностью институализовано, то одним из вариантов ответа на этот вопрос является сам факт обладания верой без сомнений. То есть именно в протестантизме происходит вот по сути возврат древнего гностического принципа, что если ты веришь без признаков и тени сомнений, не сомневаешься в собственном избранничестве, ну значит, наверное, ты избранный. А соответственно, раз ты уже избранный, то тебе не нужен никакой ритуал, никакая традиция, в отличие от предшествовавшему этому периоду образа мысли. Это вот стремление начинать жизнь с чистого листа, по сути, и ощущение того, что история мировая начинается, по сути, каждый раз с каждым новым избранным. И вот это ощущение человека как автора, несмотря на то, что он, несмотря одновременно на вот эту предопределенность, именно в протестантизме вот это ощущение разрыва между прошлым временем и временем будущим становится крайне ощутимо в практике жизни. Вот из того мира ценности, мира оркестра возникает вот этот мир разорванный, мир состоящий из индивидуальных войн. И еще не менее важно, что церковь, вот в том понимании, в котором она была, она устраняется как посредник, потому что отношения между человеком и Богом, они очень упрощаются. И это дало огромный толчок к развитию письменности, потому что как раз началась революция, началась революция Лутенберга в 1450 году, да. И вот как раз ко времени, когда Лютер начал свою бурную деятельность, то уже на руках была технология, которая позволяла быстро транслировать мысли, а для того, чтобы понимание упрощалось, то ушли от латыни на национальные языки. Это дало как бы огромный толчок к развитию национальной письменности, национальных языков. Собственно говоря, и начали кристаллизироваться первые предпосылки для формирования нации. Нажнее, национализм. Да, и национализм через несколько столетий. И, собственно, это очень связано, потому что третье направление, ключевое для нас, для всего нашего рассказа, то, что связано с психологическим феноменом. Конечно, приятно быть избранным индивидуально, но на практике для человека было важно принадлежать группе предопределенной к спасению. И вот это возрождение поисков знака избранничества группы – это главное наследие протестантской революции, я бы сказал, для всей западной мысли. Поскольку христианская община в протестантском варианте снова стала сектой избранных, чей мир, мирской успех – это знак Божьей благодати, то если среди ее членов грешник еще затесаться мог, то вот ее элита, пастор и лучшие люди города просто обязаны быть видимо святыми и своей жизнью подтверждать этот статус. Они-то и должны собой являть вот этот образ добродетели, который подтверждает их избранничество. И это поразительно хорошо легло на те вот предпосылки в самовосприятии элиты, о которых я говорил до этого. Представление о самих себе, как о носителях цивилизации, противостоящей какой-то грубой природе. И здесь происходит просто тончайший психологический механизм, который, я зачитаю сейчас цитату из историка Чарльза Тейлора, она, мне кажется, очень ценная для понимания всей внутренней логики всей европейской истории. Что происходит с элитой в таком обществе? У нас растет чувство, что все схвачено и все под контролем. Разумеется, поначалу мы сохраняем глубокую веру, что спасение возможно только через божественную благодать и не зависит напрямую от наших усилий. Но де-факто в нас постепенно растет уверенность, что именно мы и такие люди, как мы, успешные люди, с хорошими манерами и добродетельным образом жизни в нашем правильно организованном обществе или социальной среде, являемся главным объектом Божьей благодати, противовес этим падшим, грубым, неорганизованным массам, слоям, попистам или кому-нибудь еще. Крайне сложно избавиться от чувства, что и от чувства этой уверенности, пока нам удается поддерживать социальный порядок. Более того, хотя в теории мы по-прежнему убеждены, что большая часть обречена на адские муки, что спасется только меньшинство счастливчиков, на практике мы уверены в том, что именно мы и принадлежим к этому меньшинству, что в целом история и мир вокруг нас идут именно таким образом, как они и должны. И со временем утверждение, что мы беспомощные грешники, становится ритуальной проформой, в которую мы де-факто уже не верим. Я сразу отмечу, конец сататы, я сразу отмечу, что вот этот менталитет секты избранных среди элиты, он в странах протестантской культуры не делся абсолютно никуда. Современные выпускники элитных колледжей США и Великобритании, занимающие топ-позиции в СМИ, правительстве, образовании и бизнесе, не меньше пуритан 17 века ценят труд, работу, личный успех и прикладные издания. И точно так же, как и древние предшественники, эта элита страдает от тревоги по поводу избранности. Единственное отличие, просто если раньше этим источником от избранности был Бог, то теперь это мнение, просвещенное общественности, вырождаемое в статусах в соцсетях. Вот и стремятся все эти топ-менеджеры, политики, журналисты на перепенке доказать, что именно это они-то по-настоящему и любят главный объект новой религии, каким бы он ни был на текущее состояние. То есть корни вот этого страха перед культурной отминой, которые могут ставить в тупик современного зрителя, они кроются именно тогда. И вот просто забегая вперед, делаю этот важный комментарий. И сейчас я выделю пять последствий протестантской реформации, поиска знака избранничества, которые создают модерн. Вот, казалось бы, какая связь между вот этими христианскими дебатами и модернами? Их пять. Во-первых, создается убеждение, что великая реформа должна не сколько произрастать снизу общества, сколько быть осуществлена группой активистов сверху вниз, невзирая на сопротивление материала. Опять-таки, история пространства и десоциальных экспериментов были отдельные группы, которые пытались создать колонии, сообщества, составленные исключительно их святых, они впоследствии будут колонизировать США. Но мейнстрим, Калвин, Лютер не одобряли этой позиции. Мейнстримом было представление, что преображение общества будет осуществлено группой «Godly men», задача которых направить все общество на путь истинный. И, опять-таки, это было не без предпосылок, уже на фоне вот этого, то, что мы обсуждали. После Великой Чумы на протяжении нескольких веков усложнялась политическая структура общества, прежде всего, в итальянских городах и государствах растет количество мыслей, экспериментов по новым способам управления государством. Но я бы сказал, вот качественно, тогда это было один из возможных вариантов. Реформация делает это мейнстримом. Реформация делает это основным направлением самоощущения. потому что вследствие доведения тайны спасения до такого предела реформация лишила эту тайну таинственности и сделала вопросом грамотного управления и изменила менталитет элиты. Теперь ее задача была облагораживать и совершенствовать все общество в определенный порядок в соответствии с определенным моральным законом. И, как следствие, второе реформы, вот это наследие, создавшее модерн, ощущение того, что твой моральный проект государственного управления не должен обращать внимание на неоднородность объекта реформы, на все то, что не вписывается в план. Именно здесь происходит отход от старой культуры карнавала и начинается борьба с ним. Именно в протестантских странах карнавал просто прям подвигался прямому запрету. Тут опять сложная внутренняя психологическая драма элиты. Когда мы заняты собственным самосовершенствованием, нас очень сильно раздражает несовершенство других. И на нас очень сильно растет желание того, что в терапии называется причинять добро. И в контексте средневековья это желание причинять добро неизбежно происходит одновременно в религиозном и в гражданско-управленческом смысле. То есть плоды духовного преобразования должны были способствовать установлению социальной гармонии наоборот. Такие эксперименты проводятся по всей Европе, как в протестантских, так и в католических странах, как в Кальвине, как в Кальвином в Женеве, так и в Милане Чарльзом Барромео. Но основная идея возникает, что правильно управляемое общество и общество, состоящее из добродетельных индивидов, неразрывно связаны между собой. И отсюда происходит вот это параноидальное стремление к чистоте, к очищению общин от всего грязного. Что, кстати, прекрасно ложилось, как ты понимаешь, на контекст эпидемии сифилиса, обспотчумы и прочего. Именно здесь происходит стигматизация секса, происходит стигматизация проституции, начинается пик охоты на ведьм и колдунов. Для тех, кто не знает, вот это ужас инквизиции, это именно сказка, придуманная просветителями, а по объективным данным, вот пик общественной одержимости борьбы с полуластом пришелся именно на раннее новое время, на конец XVI-начала XVIII веков. И центрами этой охоты были именно ведущие регионы и протестантские страны, Чайцария, Шотландия, Англия, Нидерланды, скандинавские страны, протестантские части Германии, таким причинам. Во-первых, произошел отказ от почитания культа Девы Марии, как сдержки жены ненавичных протестанты радикально пересмотрели роль, ну не радикально, они действительно начали читать Библию и обращали внимание прежде всего на вину Елы за то, что вот все люди оказались в этой состоянии духовного отчаяния. Но и другой момент вот интересный, ты упомянул революцию Гутенберга, очень произошел феномен, очень похож на современность, а именно парадоксальным образом рост грамотности, рост формального образования открыл двери для процветания желтой прессы, распространявшейся, начавшей с невиданной скоростью. И вот на фоне войн, эпидемии, сифилиса, оспа, голода, падения урожаев, все вот эти антиведовские книги и панфлеты, в которых в красках описывались связи ведьм с демонами, инструкция по этих ведьм выявлению способствовало тому, что вчерашние крестьяне, которые читать научились, но воспринимать текст критический, не научились, с энтузиазмом принялись применять полученные знания на практике и строчить доносы. То есть, знаешь, такая изнанка грамотности и образования. Да, а читать нужно объяснить, что читать начали, потому что протестантская культура ты должен сам получать знания из Библии, ты имел это полное право, священник как посредник, он исчезал по сути, пастор протестантский, он был, условно говоря, примусын социальный работник. Да, социальный, первый среди равных почитаемый человек, каждый получал возможность приобщиться к чтению Библии, интерпретировать ее, и, соответственно, это порождало огромное количество вот этих интерпретаций, конкуренцию между интерпретаторами, как бы там, да, но походу это раскрывало пространство для книгопечатывания и опыления все большего и большего количества людей различными идеями, потому что как только люди выходили за пределы интереса Библии, то они вдруг понимали, что, ну, есть масса других интересных вещей, тем более, что это как раз было на фоне последствий великих географических открытий, когда европейские страны интенсивно проводили экспансию в мир и необходимо было описывать то, с чем ты встречался, как бы расцветали мемуары, различного рода путевые заметки. ой, нет, именно я тебе сказал, рождается вся пресса, но просто тутожный момент, это происходит так быстро, что сознание человека не успевает выработать навыки критического восприятия сложного текста сложной информации, и на практике очень часто происходили те эксцессы, которые мы теперь воспринимаем как эксцессы вот этого стратного темных веков. Здесь есть еще один важный момент для нашего времени, потому что то, что происходилось тогда с вот этой экспансией технологии Гутенберба и рассветом вот этих памфлетов и вообще способностью человека коммуницировать, оно очень напоминает то, что происходит сегодня в связи с развитием социальных слетей, потому что книга в тот момент, книга печатания, оно по сути выполняло эту функцию, которую сегодня ставлю выполнять социальные сети, когда упростилась коммуникация, когда ты сможешь доносить свои мысли прямо напрямую и с этим связан другой феномен, когда люди, которые получили эти все технологии сегодня, они не подготовлены к этому и отсюда возникают все эти феномены хейтерства, пулинга виртуального, который влечет за собой очень серьезные последствия и дезорганизации сознания массового и индивидуального, потому что мир рассыпается, человек со всех сторон атакуется огромным количеством информационных сообщений, выбор безграничен по сути, а культура выбирает самое простое, как и тогда, человек выбирает самую примитивную простую интерпретацию, он читает не комментарии к Библии Аристотеля, а он читает написанный крупным шрифтом листок, который описывает, как найти ведьму среди соседей, условно, но вот в нашей дне действительно в силу развития технологий процесс довольно мягче, мы просто ищем и хейтим в социальных сетях или ищем своих нечистых. Кстати, очень классно подвел, кстати, с этим связано как бы вот расширение магического в современной культуре, когда вот после столетий как бы там вот этой рационализации жизни, мы сейчас видим такой откат, возврат к прошлым векам. Потому что это наша основа, на самом деле это основа мышления, которая заложена была тогда, она никуда не делась, это базовый архетип, я поэтому так подробно про это и говорю. И этот архетип возвращается. Равно как и возвращается вот другой архетип, созданный тогда, ощущение того, что твое государственное управление, твоя реформа должна налагать одинаковые моральные стандарты на всех граждан. Причем эти требования склонны максимизироваться, абсолютизироваться и не учитывать сложности реальной жизни. Именно тогда в реформации мы видим радикальную перемену отношения к греху, к тому, что что-то способствует нашей жизни, с чем мы боремся постоянно внутри себя, а как чего-то нечто исключительного и требующего искоренения на корню здесь и сейчас. Такой юношеский максимализм, возведенный в религиозно-политический принцип. Именно в этот момент начинают зарождаться программы по более массовому образованию, будущему фундаменту дисциплинарного общества, чтобы вымуштурывать население. И одновременно возникают самые жестокие законы по отношению к бродягам и бездомным, потому что происходит перемена отношения к бедности. Если в средневековье у нее был даже какой-то орел святости и на уровне хотя бы идеала декларировалась необходимость милосердия к бедным людям, помочь бедному человеку означало помочь Иисусу Христу, то вот начиная с конца 15-го начала 16-х веков, особенно в 17-м веке, при сохранении слова милосердия меняется содержание. Теперь милосердие к бедному или греховному по сути означает его модернизацию, технический апгрейд, а бедность становится спутником и знаком личного греха, который нужно выкачивать с корнем, например, отправить в работный дом этого несчастного бедного или его ребенка. И вот те страшные строчки из романов Диккенс о работных домах 19-го века, которые пугали читателей в детстве, это вот прямое наследие реформации. А причина того, такого стремления была страхом, потому что у тебя должно все общество быть чищенным от грехов и порохов несправедливости, как на индивидуальном, так и на социальном уровне. Эта задача, как мы понимаем, она абсолютно невыполнимая, но именно этот архетип попадает в мышление западной элиты вот на все два следующие столетия. И нужно сказать, что он сыграл важнейшую роль как бы в развитии капиталистических отношений в Западной Европе, потому что как раз вот эти все процессы огораживания, сгона, как бы крестьян, жесткие, ну, земелька бы для того, чтобы развивать крупнотоварное производство, там, шерсти, для овец нужны были большие пастбища, вот, вот это вот, это все вот ложилось вот в эту вот логику. И ты там назвал Диккенса, а я вспомнил статистику конца восемнадцатого, начала девятнадцатого века, когда Великобритания, из Великобритании массово ссылали как бы на каторгу огромное количество людей там в Австралию, в Новую Зеландию, там, в Канаду, там, короче, на какие-то далекие территории. Так вот, я думаю, что наши соотечественники не знают, там, наши зрители не знают, что в тот момент, сейчас скажу, 54, там, или 57 процентов всех вот этих вот каторшников имели приговоры за правонарушение, там, вроде того, что там, украл курицу, там, какую-то, яблоко, да, яблоко, там, и так далее, и так далее. То есть, то, что, ну, сегодня, там, нам кажется невероятным, там, типа, как можно наказывать человека ссылкой, там, на восемь, на десять лет в Австралию, что, фактически, в тот момент это обозначало, означало, что человек фактически пожизненно туда уезжает, причем, нужно понимать, что ссылка туда, это было смертельно опасное, как бы, путешествие, потому что, он мог и не доехать, да, он мог не доехать, он сталкивался, там, с болезнями, ну, короче говоря, с массой проблем, но, вот, корни дисциплины, которая, многих восхищает, там, у нас, в Европе, там, и вообще на Западе, она лежит, вот, вот, в этой логике, потому что люди не понимают, наши люди, они не понимают, что за, вот, вот этой, вот, прекрасной жизнью в Европе, там, там, в последние несколько десятилетий, там, потому что нужно понимать, что еще, там, сто, сто двадцать лет назад. Множество, да. Да, там, там далеко жизнь была, не сахар, вот, то, вот стоит вот эта вот логика, очень жесткая, которую там Фуко в том числе описал. от меня вот Фуко будет заниматься археологией этого, как рождается вот эта дисциплина, вот это, потому что меняется представление о святости еще, то есть, если раньше святое, святость была, условно говоря, внутри тебя, то есть, святость никто не стремился выдвигать наружу, католической традицией, как православной традицией наоборот, те люди, которых публика считала святыми, как правило, потом от этой публики бегали, убегали, уходили куда подальше, чтобы не прославиться, то вот именно в протестантстве, ну, в силу нового понимания исключительности, святость стала по большей части публичным проектом. Ты должен вести внешне добродетельную жизнь, ты должен внешне соблюдать стандарты, вот этот жесткий кодекс дисциплинированного поведения, непроявление чувства и эмоций, безэмоциональность, трудолюбие, дисциплинина, сдержанность, такая постоянная ментальная тюрьма. Она, и одновременно, кстати, та петишизация труда, вот такой, труда, как вот именно жестко экономически дисциплинированная деятельность, которую позднее будет критиковать Маркс, и она его будет пугать, она возникает все именно тогда. Но это еще не все. Возникает еще два важных элемента. Осталось чуть-чуть. Первое, это то, что ощущение того, что двигателем этой реформы должно быть некое определяющее знание. То, что, причем знание не простое, знание рациональное, рационализируемое в натуралистическом смысле. И, как следствие, именно вот в период реформации начинается раскол между народными культурами и практиками и элитными культурами и практиками. Вот то, что мы говорили, раскол между элитом и обществом, который был в средневековье, тогда они были гораздо ближе. Условно говоря, средневековый дворянин и средневековый христианин в Западной Европе и, да, и в России, они участвовали в одних карнавалах, слушали одну и ту же музыку, ели одну и ту же еду и по большей части вели себя примерно одинаково. Просто у дворянина была одежда получше и, да, чуть-чуть повкуснее. А вот между просвещенным аристократом 16-18 веков и жителем села города уже возникает просто настоящая культурная идеологическая пропасть. И уже накануне, повторюсь, что уже накануне реформации сложилась архитектная идея общества дисциплины, то, что необходимость постоянной переделки самого себя в соответствии с неким культурным и гражданским кодексом поведения. И происходит разрыв между с прежней длиней прорастания общественных практик снизу вверх от мистически непонятного скрытого от внешних классов духовного преображения высокого средневековья в сторону насаждения самого себя общественно-религиозной нормы того, как надо. Оплата за не вписание в эту норму это изгнание из элиты в область недочеловеческого, в область природы лишенной субъектности. То есть риски очень сильно повысились. И финальным этапом, наверное, самое парадоксальное, именно в этот момент приобретает окончательную форму идея бытия группы как избранной глубокая вера в возможность трансформации всего социума в идеальный порядок. Это факт, что для нас настолько... Тот факт, мне кажется, что это предложение для современного слушателя звучит само собой разумеющимся свидетельствует именно о его преантологической глубине, о преантологической глубине вот этого перехода. Но если задуматься, как вообще можно было на фоне всех войн, болезней, эпидемий, на фоне очевидного знания, что люди не идеальны, что люди не сложны, что они не вписываются в твой прекрасно продуманный план, как могло возникнуть убеждение, что у предприятия по перековке человека и всеобщества сверху вниз могут быть вообще какие-то шансы на успех. Ведь в период Средневековья никому бы и поводу не пришло считать, например, всех отданных французского короля или все население города воплощением рай на земле. Вообще функция власти была крайне небольшой, потому что, следуя за Августином и его тезисом о граде земном и граде Божьем, классическая традиция средневековой мысли относилась к возможностям государства с крайним скептицизмом. Государство и в шире светская власть должны были поддерживать какой-то минимальный порядок в обществе, в условиях падшего мира и делать жизнь чуть более сносной, чем она могла бы быть. Но то, что натягивать на все политическое общество статус избранности как сову на глобус для Средневековья разума было немыслимым. А во многом потому, что этот статус принадлежал единой неделимой церкви католической в рамках Западной Европы, то есть был трансграничным и универсальным институтом. Он был очень важным. Анафема могла заставить императора четыре дня стоять в снегу. Но реформация это, по сути дела, похоронила. Описанные высшие процессы создали убежденность, что нет такой амбициозности для задачи, которую не осуществил бы разум избранных божественной благодатью. Я в следующей лекции уже раскрою этот совсем подробно, но просто я замечу, что именно к концу 16 века происходит переворот восприятия мира до множества шестеренок, один из которых является человеком. А значит, не существует тех грехов или естественного несовершенства человеческой жизни с другими людьми, а есть только отдельные грехи и несовершенства отдельных людей шестеренок. И в теории, если мы каждую из этих шестеренок отполируем, стандартизируем и приведем нужное состояние, то получится привести весь мир в идеал. И поэтому в дальнейшем, подводя итоги, по сути, после протестантской революции спор внутри всех западных идеологий шел только о том, какие границы избранной группы и о том, на основе какого принципа мы будем полировать эти шестеренки. Да, в 16-17 веке это были маленькие общины для избранности, но оставался для мысли крайне небольшой шаг, чтобы объявить группу избранных, скажем, нацию, как это произошло во время французской революции, или класс, пролетариат, как у Маркса, или гендер, или там угнетенного по какому-то тому или иному признаку, как это происходит в современной интерсекциональности и критической теории. Фундаментально это все одно и то же. И тем самым именно в этой среде возрождается ряд гностических принципов, еще тех сект, о которых мы рассказывали в первой лекции, но уже принципов не античных, а переработанных в христианский язык и христианские мировоззрения. Это возникает, подчеркнув, культ избранности, доведенный до предела, Кальвин, Лютер, Цвингли, множество маленьких проповедников, каждый из них объявляет именно себя группой совершенных, причем внутри этой группы есть еще более группа совершенных, отсылаем в первые лекции, где я рассказывал в принципе партии внутри партии в ритуале древнего гностицизма. И возникает идея то, что все можно начать с чистого листа, можно обнулить весь предыдущий опыт, всю предыдущую историю, как что-то греховное, чтобы на ее месте построить собственно полноценный новый божественный порядок. Но также протестантская революция создает, если угодно, две важных самостоятельных инновации для феномена гностического мышления. Первая инновация это то, что она радикально меняет ее вектор. Если гностики-то не собирались мир преобразовывать, они из этого мира хотели сбежать, то сочетание монтонизма, идея Кима-Флорского, собственного опыта протестантской жизни вот этого раннего нового времени создали представление, что политическое сообщество должно быть сообществом совершенных. Фундаментальный христианский вопрос, что мы обсуждали в начале лекции «Церковь – она для кого?» в протестантской версии получает однозначный ответ. И, соответственно, задача этих активистов, вектор их работы, это преобразовывать мир, не бежать из него, а трансформировать его в рай здесь и сейчас. И так возникает вот эта вторая фундаментальная инновация, идея иммунитизации с хатона, преобразования человеческого сообщества здесь и сейчас, подобие рая на земле, критерии рая могут разниться, но теперь все утопические идеологии внутри западной традиции будут такую утопию так или иначе пытаться создавать. То есть после протестантской революции сохраняется исходная точка мысли у старых гностических всех мир несовершенен, лежит во зле, он фундаментально сломан, но теперь из этого мира не нужно бежать, а нужно этот мир преобразовывать. Так, на момент конца 16 века для феномена гностического мышления, который позднее обозначит Эрик Вагелин, подготовлена почва. У нас есть направление движения, рай на земле, у нас есть субъект движения, группа избранных, которая будет этот мир в рай преобразовывать, и остается критически нерассмотренным один важный вопрос, каким именно образом может быть осуществлена трансформация мира в рай. В каком-то смысле только этой проблемой будет в последние четыре века заниматься западные мысли, предложит множество вариантов ответа. На мой взгляд, самый концептуально весомый вклад предложит Томас Гоббс, и именно ему будет принадлежать заслуга завершения символической архитектуры, рассматривая нами феномена. Но об этом и не только я расскажу уже в следующей лекции, потому что это, я чувствую, немножко уже подзатянулось. Спасибо огромное вам всем за внимание. Да, спасибо, точнее говоря, спасибо Павлу в первую очередь за то, что вот, я думаю, что хорошо, что у нас в прошлый раз накрылась беседа, потому что это, я считаю, даже лучше получилось, вот более развернуто. традиционно, я призываю подписаться на Патреон Паула, ссылка внизу будет, на его телеграмм-канал, значит, на который тоже будет ссылка, ну, на все мое тоже, там же будут ссылочки, как бы там тоже подписывайтесь, вот, ставьте лайки, распространяйте, я считаю, что такие беседы, ну, чрезвычайно важны для того, чтобы наши, наши зрители и наше сообщество, они усложнялись, потому что только через усложнение появляется перспектива, примитивизм, он приводит к архаике, к распаду, к слезам, к боли, к поту и крови, как говорил Черчилль, вот, чего нам, ну, не очень бы хотелось бы. Разумеется. И, я наше продолжение, будет, то есть, постараемся выпустить, будет и третью, и четвертую часть, и... Да, и самое главное, что я, дам анонсы, где мы будем там с Павлом встречаться, я организую несколько встреч, и там у нас в институте будущего все оклаве будет, и, ну, короче говоря, я думаю, что те люди, которые находятся в Киеве, они смогут прийти, посмотреть, пообщаться на... по широкому спектру вопросов с Павлом, вот, которые... Да, и Павел, я думаю, всех будет рад видеть, так же, как и мы, Павла. До новых встреч. Да, заканчиваем, надеемся, оно сохранится, и не будет такого, как в прошлый раз. Все, целуем, обнимаем, Павел Юрий, пока. Субтитры создавал DimaTorzok